Всем привет! Играем в фазмофобию, соло-кошмар, Ричвью Роуд. Ричард Джонс про нормальное явление, датчик движения и ЭМП. Слышу дождь, но небольшой. Без зонта как раз добежим. Ричвью, конечно, уникальный дом, здесь свет подается, призрак живет, как бы мебель вот садовая. Ладно, внутри. Типа, ну, никто не хочет заходить. О, здравствуйте. Никто не хочет заходить, потому что там призрак, это все выносить, но, как бы, понимаю, не осуждаю. Кукла. Вот, ну, снаружи-то, как бы, свет для кого тут горит? За электричество. Кто платит? Вот, и я не знаю. Садовую мебель могли бы и местные потырить. Что упало? Кружечку какую-то слышала. Некое кружечное падение. Так, наверху. Наверху или вдалеке? А, вот, смотри-ка. Значит, кружечное падение было безошибочно определено чутким слухом охотника. А ты что кидаешься вообще? И что, кто тебе разрешал двойное взаимодействие? А где вторая кеда? Подожди. Ты куда вторую кеду делал? На. Я тебя достану. Не, я вторую не достану. Я так низко не присяду. Так, ну он из кидателей. Очевидно. Я еще свет не включила, да? Уже кинулась. Опачки, шкафчик. Уже кинулась в бой. Ну, потому что он себя очень активно ведет. Что я могу сделать? Мы, кстати, с вами нашли уже и комнату нашли, и кость нашли, и проклятый предмет нашли. Мы молодцы. Можем себя похвалить, похлопать. Так, ку-ку, отдавай. Там, кстати, шкафчик был открыт. Я успею отпечаток с него снять? Наверное, не успею. Блин, фонарь-то мне зачем? Короче, я бы на месте местных вот эти фонарики бы пооткручивала. Ну, что, ну они все равно никому не нужны. Ладно, я шучу. Воровать плохо. Брать чужое нехорошо. Даже у призраков. А может быть, даже особенно у призраков. Призраки могут вас найти и отомстить. Так, ну если были какие-то трогания, то все прошло мимо меня. Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Не хочет давать знак. Что там, что там было? Треха. Хорошо. Арба отсутствует. Побежали тогда. Дотс-блокнотс. Потащим. Комнатка небольшая, я думаю, одного хватит. Но блокнотов, может, два. Для точного срабатывания, скажем так. Ну какой-то он кидательный. Подозрительный это все. По-полтергейски ведет себя. Ну может быть и нет. Может быть я просто пока ярлыки, так сказать, раскидываю. Навешиваю. А на самом деле он и не полтергейст вовсе. Все. Веди себя хорошо. Нам сейчас тогда понадобится фотик. Пойдем сфоткаем кость. Пойдем сфоткаем куклу. Можно с помощью куклы попробовать взаимодействия какие-то вызвать. Ну термометр видно хорошо. Вот. Лазерную проекцию пока не очень. У нас вообще пока ни одной улики нет. Ага. Хорошо. Есть одна. Одна присутствует. Наличествует. Так. Тогда нам нужно давайте возьмем два датчика движения. Повесим. Проектор. Что у нас еще? Отпечатки, мне кажется, могут быть. Нет у вас такого ощущения? Чупоньк. Хотела сфоткать. Не дошел до меня. Ты что тут барагозишь? Скажи мне. Не знаю, куда его тут засунуть. О, тапок вытащил. Молодец. Это ты хорошо придумал. Нет, отпечатка нет. А что ж тогда? Может, ты горю? Как бродит, а? Просто проектор я вживую не вижу. И это подозрительно. Так, давай сделаем хитрую проверку из коридора. Так, я вот сейчас видела, это вживую было или не вживую? Давай-ка еще раз. Это было вживую. Хорошо, ладно. Это не горю. А кто ж ты тогда? Радио? Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Так, какую он мне улику-то не дает? Я не понимаю. Странно это все. Если у меня ни арба, ни блокнот, ни отпечатки, то у меня должен быть либо радио, либо МП5. Это если у меня ни арба. А я могу быть уверена только в том, что у меня ни блокнот и ни отпечатки. Да? Как будто бы. Что же мне тогда делать? Что же мне тогда делать, Ричард Джонс? Горю же. Я не могу видеть вживую, даже если в другой комнате стою, правильно? Горю можно заметить только на камеру. Значит, это не горю. Горю. А что, если у меня МП5 Мираж? Так, а если радио? Тоже Мираж. А если Огонек? То не Мираж. Я к тому, что Миража то можем мы проверить. И в целом вообще не обломаться. Пойдемте сделаем проверку на Миража. Мало ли нам повезет. У нас, в принципе, есть кукла Вуду. Мы можем взаимодейственно вызывать, если не умрем. И получить МП5 таким образом. Ноги есть. что же мне с тобой делать? Так, это ДОЦ. Подожди, где камера? А, вон Арба летит. Ясно, понятно. Тогда это не мог быть Мираж. Банш, Банш, Юрей, Юкай, Райдзю. Банш, Юрей, Юкай, Райдзю. Ну, давайте думать. У меня сейчас стоит рация на постоянку. То есть, он постоянно слышит, что я говорю. Будь это Юкай, наверное, уже мог бы напасть. Но мог бы и не напасть. То есть, это не стопроцентная проверка. Типа, если Юкай не напал на вас первые, там, две минуты, то это не Юкай. Нет, так это не работает. Юрея мы теоретически можем проверить по перемещениям. Ну, это тоже, типа, такая не стопроцентная проверка. Эта проверка работает только в одну сторону. Соответственно, если он выйдет из комнаты после обкура, у Юрея, короче, есть такая проверка. Мы обкуриваем его комнату, ставим датчики движения и смотрим, выйдет ли он из них, из них, из комнаты в течение полутора минут. Если он выйдет, то это не Юрей. Но если он не выйдет, это тоже не стопроцентное указание на то, что это Юрей. Но это первая проверка, которую мы можем провести. Давайте, в общем-то, ей воспользуемся. Я поставлю сюда два датчика. Вот. А этот, наверное, я сниму. Сюда поставлю. Вот, соответственно, я сейчас возвращаюсь с обкуром. обкуривую комнату, засекаю, смотрим. Если он выходит, то мы, по крайней мере, можем исключить Юрея и как бы больше этот вариант не рассматривать. Обилку свою он не использовал с закрытием двери. Хотя разрабы обещали, что сейчас у всех призраков обилки подкручены таким образом, чтобы они их использовали ну, чаще обычного. То есть мы должны были узнать. Так что такое. Ну, это опять-таки, возможно, нам просто не повезло. Такое тоже бывает. Вот, смотрите, мы заходим, обкуриваем комнату. Комната обкурена. Проверяем тимпу. Ну, он топчется здесь. Хотя что-то тимпа здесь какая-то уже слишком... слишком. Так, я выхожу. и стою вот так вот наблюдаю. И ставлю себе секундомер. То, что я, конечно, не убедилась, что это его комната перед обкуром, это мой косяк. Ага, был, да? Был сигнал. Вышел. Вот, смотрите, опять. Потому что он в коридоре. Конечно, он вышел. Ладно. Но это все равно не похоже на Юрея. Спецобилки не было. Абкур, конечно, проваленный. Ну, давайте возьмем направленный микрофон, послушаем банши. Я не знаю. Давайте, наверное, кресты еще возьмем на случай, если это банши. А кто у нас там еще один из вариантов? А, райдзю. Ну, райдзю мы только во время охоты сможем увидеть. где-нибудь положу, так не особо удобно. Там, говорят, как-то надо стоять как-то далеко, типа, от комнаты, не прям в ней, а как-то, типа, в ее сторону. Он точно здесь теперь? Ты вернулся? Так, ясно. Так, может, это все-таки 25. Может быть, это все-таки не Юрей. Может быть, все-таки проверка удалась. Но это не банши. Это не банши, это фигня какая-то. Ну, еще что-нибудь. Ну, скажи. Ну, пожалуйста. Ну, мы все ждем. Ну, давай. Ну, это то же самое. Блин, неужели это райдзю? Такая просто скука будет. Если, кстати, он сожрет крест... А, подожди. Мы что, крестами-то? У нас кресты теперь против демонов работают. Тогда крест нам не поможет. Ну, я их, конечно, красиво раскидала против банши. Молодец. Ай-яй-яй. Что же нам тогда делать? Что же нам тогда делать? Раскидать тут оборудку, проверять райдзю? Давайте возьмем два фонарика, кинем. Чем нет? Ну, тогда сейчас будем засекать скорость. вызовем сейчас охоту с помощью куклы. Посмотрим, насколько он быстр. Тогда уже будем делать какие-то выводы. Главное успеть зажечь благовоние, потому что если это райдзю, он втопит. будь здоров. Мы это и так услышим с одной стороны. Можно где-нибудь вот здесь встать. Ага. Ага. Ну, вообще, как будто быстрый. или нет. . Ага. 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 Ну, вообще, ножками перебирает, конечно, быстрее обычного, я ничего не могу сказать Но я бы не сказала, что было прям какое-то очень сильное ускорение Вот в этой, в этой зоне, назовем ее так Ну, давайте дотыкаем уже до нуля Все Может быть, мне там где-то встать? Тут-то просто нет... А, нет, тут есть оборудка какая-то Если зайти прям в комнату, я боюсь, там у меня не будет времени прийти в себя Может, фонарь поближе положить? Я не помню, какой там радиус у оборудки, насколько она его усиливает Ну, у этих троих бафа скорости нет, а он передвигался, ну, быстрее на звук, чем обычно Давайте еще подождем атаку Что делать? Мы, конечно, можем еще и баншу, типа, послушать Давайте одну атаку Если будет непонятно, тогда вызываем таблетки На подмогу Еще послушаем банш Ну, ты что там? Дед Ричард Джонс Не, ну, быстро как будто бы А здесь как будто бы не быстро, вот я не понимаю А здесь как будто бы не было Есть у меня вопросики к этому призраку Я сейчас уже начинаю глючить тем, что, возможно, он издавал звуки банши, пока ходил Блин, у меня одна таблетка всего, да ладно Короче, есть ощущение у меня, что он менял свою скорость, пока двигался С чем это может быть связано С тем, что он как-то видел меня, да, там, сквозь стены, например И... так, подожди, мне надо сначала зажигалку найти И из-за этого менялась его скорость Ты мне все портишь, уходи А, ты не здесь У меня есть сомнения в райдзю Мне кажется, когда райдзю Настоящий, там нет сомнений Там ты видишь, он топит И ты такой, типа Чаще всего ты видишь уже руки у себя на глазах Но это опять тот же самый звук Это не баншевский звук Субтитры создавал DimaTorzok Я не понимаю, ребят Возможно, стоило побольше уделять внимание вот этим звукам банши, их послушать Такое ощущение, что вот во время этих хрипов там как будто бы есть, да, какой-то призвук Было ли это так задумано разрабами, что они добавили этот призвук банши, да, вот этот вопль Именно вот в эту озвучку Мне кажется, нет Потому что тогда бы банши все бы определяли просто по, ну, по звукам, которые он издает во время охоты Типа, если ты слышишь, как он делает вот это вот Это банши Но так же, так же Это ж не так работает Банши же может быть с любым звуком Просто там в момент охоты можно услышать еще вот этот вот крик, да, там, ну, он такой условный крик, конечно Но тут вопрос какой? Что, может быть, мне так не повезло, что у меня крик интегрирован в вот эту хрипучую штуку И что я его плохо слышу, что он накладывается, да, один на другой Если мы сейчас исключаем Юрея, да, если мы допускаем, что проверка на Юрея была правильная Если мы допускаем, что мы не увидели ни одного, ни одного проявления обилки Юрея И это нам указывает на то, что это не Юрей Тогда самым очевидным кандидатом у нас получается Либо Юкай, либо Банши Юкай, потому что на него нет особых проверок Типа, кроме проверки его глухоты Но я не хочу этим заниматься, это опасно Мне встречались Юкаи, которые плохо реагировали на голос Райдзю, у меня есть сомнения, потому что он не ускоряется настолько, чтобы я сказала О, да, это точно Райдзю Из Банши у меня есть сомнения, потому что в направленный микрофон я звуков Банши не услышала Я, возможно, что-то слышала во время охоты Но, опять-таки, повторюсь, это все было интегрировано в хрип И Фика узнает Юкай или Банши Ну Это либо поломанный Юкай, который плохо реагирует на голос, потому что будь это Юкай, он бы уже начинал бы охоты в какие-то более неожиданные моменты, скажем так Либо это Банши, который... блин, я не знаю, я не знаю Давайте так, я поставлю Юкайя Я поставлю Юкайя А если там во время охоты были звуки Банши, то вы мне об этом напишите в комментариях Давайте так Волнительный момент Просто момент истины Банши, да? Ну ладно, ладно То есть был там все-таки, да, этот звук Ну ок, ок Это не обидно абсолютно Мне было бы гораздо обиднее, будь это Юрей или Райдзю, а я не увидела типа чего-то очевидного То, что это Банши, ну вот я разрывалась между Банши и Юкайем, но все-таки кликнула Юкайя, потому что не была уверена, что действительно слышала звук Значит он там был Я послушаю его еще на ютубчике, чтобы быть к нему готовой в следующий раз четко определить Спасибо всем, кто смотрел Напишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь Я с вами прощаюсь, всем пока-пока